местные примечательности с олегом пухляком на латвийском радио 4 добрый день уважаемые радиослушатели сегодня мы посетим даугавпилс а если точнее даугавпилскую крепость а если еще точнее то поговорим только о комеданском доме так как о всей крепости за один раз рассказать не просто трудно а невозможно если только не ограничиться констатации факта что крепость была построена перед торжением наполеона в начале 19 века много раз перестраивалась много испытала и недавно была основательно обновлена и так комендантский дом или здание комендантского управления в даугавпилсе было построено в 1818 году в самом центре крепости и в нем располагались службы коменданта крепости а также здесь была гостиница для высокопоставленных приезжих окончательно судьбу здания определил сенатский указ от 16 июля 1826 года согласно которому главный венский дорожный тракт вместо друи стал проходить через динобург нынешний долгопилс если и раньше динобургская крепость часто давала приют членам операторской фамилии отправляющимся за границу то сейчас город и крепость стали едва ли необязательной станции на их пути специально для семьи романовых для отдыха от утомительного путешествия в карете на третьем этаже комендантского дома был оборудован путевой дворец динобургский комендант инженер-генерал-лейтенант густав карл чгельвик в 1843 году обратился в инженерный департамент с ходатайством о замощении в крепости улиц и устройстве подземных водосточных труб мотивация топкий болотистый грунт не давал возможности содержать улицы и площади в належащем порядке про то что это место становится местом пребывания императорской фамилии как-то скромно умолчали тем не менее вопрос был решен положительно дополнение в проект были внесены самим императором который пожелал чтобы все улицы а также дворы офицерских домов были замыщены булыжником а дворы солдатских казарм для удобства проведения учений было решено по терминологии того времени шоссировать то есть вымастить гравием работы по замощению улиц динобургской крепости были завершены в 1857 году когда мастить улицы еще не каждый губернский город мог себе позволить приезды монарших особ не обходились без неожиданностей и всевозможных историй сохранившихся в многочисленных воспоминаниях современников вот что таких приездах по крайней мере в одном из них своих воспоминаниях рассказывает генерал-лейтенант василий алексеевич фон роткерх о матери роткерх восходил к абраму петровичу ганнибалу но возможно это как-то способствовало тому что роткер оказался в итоге более известен как писатель нежели как офицер хотя и дошел до генерал-лейтенанта и так вот что роткерх рассказывает про жизнь комендантского дома долопилской крепости во время когда комендантом был андрей михалыч симборский участник сражений при смоленский прибродино в 1812 году участник более поздних русско-турецкой и кавказских войн в 1846 году симборский был назначен комендантом динобургской крепости и занимал эту должность аж до 1862 года и так вот что пишет роткерх высочайшие приезды динобург всегда предназначался для монарших ночлегов и никто так не умел принять гостей на всем протяжении до варшавы как симборский в особенности жаловала его покойная императрица александра федоровна которая во всякий проезд за границу ночевала в динобурге ее величество находила в динобургской крепости в императорской квартире свою столичную спальню и кабинет без малейшего изменения те же обои те же драприи те же мебель от тура и гампса даже на письменном столе тоже чернильница и ножницы и все безделушки бог знает откуда он ухитрялся все что могло нравиться высоким путешественникам доставить откуда брал несвоевременно ананас и виноград яблоки дивных сортов это его тайна помню продолжает дальше роткерх анекдот по поводу таких яблок рассказаны мне самим симборским государыне очень понравились яблоки она взяла одно из них и передавая своему доктору маркусу прибавила возьмите я знаю что вы любите яблоко это от того заметил находившийся тут же граф апраксин из свиты император и ператрицы что мант любит груши надо сказать что мант состоял при государе и астрота графа апраксина относилась к взаимному антагонизму между мантом и маркусом каждый из них считал себя непревзойденным специалистом и относился к коллеге несколько скептически в итоге между двумя коллегами сложился практически непримиримый антагонизм в этом-то и был смысл шутки про яблоки и груши если один выберет груши по другой понятное дело выберет яблоки дальше возвращаемся к повествованию роткер симборский не жалел издержек на украшение императорской квартиры пишет он и лично закупал в петербурге все необходимое для нее и всякое приобретение отличалась изяществом инженерный департамент с генералом геруа во главе никогда не отказывал ему возврате издержек приезда густейших особ ложились на плечи коменданта тяжким бременем роткер в другом месте пишет что когда в крепости проездом останавливался кто-то из членов операторского дома тогда андрей михалыч не принадлежал себе тяжелая служба наставала для подчиненных комендант не спал целую ночь сам ходил по фронту здания не позволяя никому не только проезжать но и проходить мимо все улицы ведущие на дворцовую площадь запирались рогатками и барьерами часовые подводились на цыпочках сменялись шепотом и ходили по платформе главной гауптвахты в деньгах без малейшего лязга оружия деньги нужно сказать это волочные галоши надеваемые зимой по-часовыми на постах ну а в любое другое время года всеми кто ходил в парковые магазины и погреба что дай бог гвоздями которыми подкованный мог быть сапоги искру не высечь и чтобы в конце концов из искры не возгорелось пламя получается что андрей михалыч симборский нашел для этих самых тапочек еще одно применение ходить в них по глазу чтоб не дай бог не слышно было ни малейшего сохания хотя как говорит поговорка и на старуху бывает проруха актер а позже антрепренер пётр михалыч медведев оставил после себя мемуары в которых бегло описывает начало своей театральной карьеры кстати говоря проходивший в даугопилс и вот что он рассказывает об одном приключении имевшем место в 1856 году 26 августа праздновали коронацию александра второго помню осенью государь проезжал через динобург мне рассказал про этот случай полковник смирнов все начальство комендант плацмайор городничьи войска ждали его с утра на дамбе у крепости около моста ждали до трех часов пополудни приехал кто-то и заявил что государь остановился на какой-то станции кушать и в динобург приедет не ближе девяти часов вечера комендант и остальное начальство отправились тоже покушать а после придаться в объятия морфея один смирнов остался со своим полком у моста через двину и что же государь переменил время обеда и явился в динобург пять часов пополудни видя что его никто не встречает он подозвал смирнова и сказал ему здравствуй скажи пожалуйста здоров ли комендант и как поживает городничий кланяйся им от меня коменданты городничий в самом деле заболели когда смирнов передал им слова государя так заканчивается воспоминание об этом моменте и таких историй имеется воз и маленькая тележка но время заставляет остановиться и напомнить что сегодня в рамках рубрики местные примечательности мы побывали в далго в пилсе в крепости где поближе познакомились с комендантским домом и на этом мне остается попрощаться до новой встречи в эфире латвийского радио 4 а